доброго времени суток дорогие друзья я приветствую всех подписчиков и гостей моего канала спасибо что зашли ко мне на огонек сегодня я хочу начать цикл видео о пудровых ароматах я очень люблю пудру в парфюмерии я неоднократно об этом говорила у меня есть несколько любимых представителей этой группы или около этой группы и сегодняшнее видео откроем цикл с аромата который я очень люблю с которым у меня связана своя история я с радостью поделюсь ею с вами это аромат от трусарди майней вот так вот выглядит флакон этого аромата у меня версия 30 миллилитров версия парфюмированной воды насколько я знаю туалетной воды нету в этой линейке здесь было такое золотое украшение ну как бы гер герб дома трусарди но к сожалению у меня затерялось где-то это украшение но было как-то хлипко видимо приклеена как вы видите я выпила где-то половину флакончика этот аромат со мной довольно давно этот аромат был выпущен в 2013 году и купила я его наверное где-то через год после его выпуска облотерить сегодня я хочу аромат на вот такую вот розочку у меня есть такие розочки специально для таких целей были куплены но в общем то пришел ее час и мне кажется это очень здорово и аромат очень хорошо раскроется на этой розочке я довольно давно не носила этот аромат у меня был такой знаете о боже как же это красиво у меня был запой с этим ароматом знаете причем такой очень длительный запой но как это часто бывает аромат вот знаете вот ты не можешь им надышаться ты в соло практически пользуешься очень долго на наступает какой-то момент и тебя просто обрубает так у меня случилось с этим ароматом я очень долго к нему не подходила более того я даже его не слушал он просто стоял на моей парфюмерной полочки я вообще про него забыла и вот сейчас недавно мы приехали в санкт-петербург и вы знаете меня к нему потянуло и вообще как у меня родилась но не то чтобы родилась и как вот как-то у меня знаете сформировалась такая идея что я вот прям хочу рассказать сильно правильно пудровых ароматах все началось с того что я сейчас послушал этот аромат и поняла что да я скучаю вообще по пудре я очень давно кто смотрит мой канал довольно давно тут наверное заметил что вот в моих каких-то парфюмерных таких вот подборках нету пудру практически как-то я от нее отошла и я подразумеваю что потому что я перенасытилась майней мантру сарди но сейчас я понимаю что мне не хватает на улице похолодало я обожаю пудру на холоде с этим ароматом у меня произошла такая история я училась в консерватории тогда и я не могу сказать что я как-то могла себе позволить покупать ароматы вот знаете по зову сердца вот что-то хочется когда вот иногда вот сейчас приходишь в магазин да хочется купить какой-то аромат вроде вот все есть вот ходишь ходишь смотришь смотришь и начинаешься где-то как-то уговаривать может быть что-то новое хочется попробовать иной раз что-то покупаешь слепую конечно в юности у меня не было такой возможности и все мои ароматы купленные в юности это были мои такие прям горячие хотелки, то, на что я копила деньги, я тогда получала стипендию. Стипендия у меня была повышенная, и мои родители, ну, как бы позволяли мне тратить ее не на какую-то такую бытовую жизнь скучную, да, а на какие-то свои хотелки, на парфюмерию, какую-то на косметику, ну, в общем, на какие-то женские радости. Я со стипендией, естественно, ну, не только со стипендией, но, в принципе, откладывала деньги. На Новый год нам всегда платили очень большую стипендию ну, ребятам, кто активно участвовал в концертной деятельности. И вот на эту огромную стипендию, по тем временам это было 12 тысяч рублей, по-моему, я шла в Литуаль, покупала себе какую-то парфюмерию, вот прям конкретно, знаете, у меня был список моих хотелок, но и в течение года тоже с каких-то вот таких вот ежемесячных стипендий я что-то могла купить. И вот, значит, я однажды пришла на лекцию, у нас был такой довольно большой поток ребят, там были и пианисты, и вокалисты, и струнники, и дирижеры-хоровики, и вот, значит, вся огромная аудитория. И я села сзади за одной девушкой, я была с ней знакома, ну, просто вот как однокурсники, но дружбы с ней у нас как таковой не было, мы учились на разных отделениях, просто здоровались, и я услышала от нее этот аромат. По-моему, это был 2014 или 2013 год, напомню, что аромат выпущен в 2013 году, и я услышала от нее этот аромат. Сказать, что я, вот, не знаю, вот, наверное, это впервые было в моей жизни, когда на ком-то, на ком-то, меня так зацепил аромат. Он, кстати говоря, очень ей подходил, я всегда немножко так восхищалась этой девушкой, она всегда мне казалась очень элегантной, очень непосредственной, такой какой-то. Мы потом, кстати, с ней стали довольно близко общаться, но это никак не связано с парфюмом, просто так сложились обстоятельства. Но, в общем-то, видимо, еще сыграло роль то, что этот аромат так ей подходил, и я всю лекцию наслаждалась от нее вот этим вот ароматом, что от нее веяло, и потом просто уже не выдержала, и вот уже чуть-чуть оставалось как бы до звонка, я ей написала на бумажке записку, слушай, что у тебя за аромат такой? И она мне ответила, написала на бумажке Trussardi My Name. В этот же день я пошла в парфюмерный магазин, послушала его, тогда у меня вроде как не было возможности его купить, но, в общем, не помню, я его тогда не купила, скорее всего, не было возможности, ну, как-то я не планировала покупать какой-то аромат, но я его облотарила, я его нанесла на себя, и я очень хорошо помню, что я шла по улице, а училась я в городе Петрозаводск, это республика Карелия, там Онежское озеро, торговое центро было практически рядом с центральной набережной, ветра там в Карелии, ну, кто был или, возможно, кто живет в Карелии, в Петрозаводске, там какие-то просто пронизывающие ветра, и дуя, значит, этот ветер была, по-моему, осень или начало зимы, но уже достаточно холодно было на улице, вот и дуя, вот этот ветер меня, знаете, вот со всех сторон, и вот этот вот май нейм со всех сторон, я просто, я влюбилась в этот аромат, он стал просто каким-то моим наваждением, и я помню, что при какой-то такой вот самой-самой первой возможности я его, конечно же, пошла и приобрела. В этом аромате мне нравится абсолютно все, конечно же, про содержимое мы поговорим чуть позже с вами, но вот просто вот, да, по визуалу мне очень нравится этот флакон, мне очень нравится, что он такой лаконичный, вот мне нравится его форма, он квадратный, но у него такие обтекаемые края, я всегда, всегда обращаю внимание на флакон, почему, наверное, мне отчасти, отчасти, почему мне так нравится парфюмерию Мюглер, потому что их флаконы, это действительно произведение искусства, мне приятно обладать этими флаконами, и также мне приятно обладать вот этим вот очень скромным, элегантным флаконом. Это самая маленькая версия, 30 миллилитров, в больших версиях флакон еще интереснее, там такие, знаете, кружки, овальчики, как окошки какие-то в доме, да, и крышка такая очень большая, интересная, она то ли капроновая какая-то, ну, в общем, сложно сказать, из чего эта крышка, очень многие восхищаются дизайном этой крышки и думают вообще, для чего создатели сделали, кто-то считает, что это сделано для того, чтобы обрызгать на эту крышку аромат, поставить где-то в доме в качестве домашнего какого-то ароматизатора, чтобы в доме пахло этим ароматом, потому что он как-то, может быть, распространяет этот аромат, да, как саше ароматическое. Ну, мне сложно сказать, я не знаю, что задумывали производители. Второй момент, мне очень нравится название этого аромата, когда вот мне моя знакомая девушка написала на бумажке, да, на записке вот название, я помню, мне так понравилось, my name. Почему мне нравится это название? Мне кажется, это отсылка какой-то внутренней рефлексии, какому-то пути на встречу себе, на встречу своей идентичности, на встречу своей личности, знакомство с собой. Это какая-то откровенность с собой, my name, то есть, да, моё имя. Казалось бы, да, сколько таких имён в мире, как моё, да, но ведь это моё имя, оно мне принадлежит, это я, я такая одна, вот что-то вот в этом есть, какое-то, вот понимаете, интимное знакомство с собой. Это очень трогательно, меня это почему-то вот очень цепляет такие вещи. Давайте теперь поговорим про сам этот аромат. Я повторюсь, не люблю раскладывать ароматы по пирамидам, я скажу, что я здесь слышу, ну, естественно, я знаю пирамиду этого аромата, я, конечно, назову основные компоненты. В первую очередь, это аромат про сирень. Но сирень здесь вот такая, которую я люблю, она здесь очень странная. Кто-то здесь сирень не слышит вообще, но она здесь есть. Это сирень пудровая. Почему я считаю этот аромат истинно пудровым, хотя он заявлен как цветочный восточный, потому что здесь есть очень классное сочетание в этом аромате. Здесь есть сирень, белая фиалка, и вот именно вот эта белая фиалка делает этот аромат истинно пудровым, таким пудровым, который я люблю. Я не очень люблю пудру, такую, знаете, холодную какую-то пудру, какую-то, может быть, слишком сладкую какую-то пудру. Здесь она такая, как какая она должна быть, очень интимная. Кажется, как будто близко к телу, но на самом деле этот аромат, он очень шлейфовый, он очень стойкий. Я скажу об этом позже. Есть противоречивое мнение насчет этого аромата. Вообще, и у этого аромата сколько поклонников, столько и ненавистников. Это тоже довольно интересный такой феномен. помимо этого, здесь в старте есть гелиотроп. И вот опять-таки, вот насколько чудное это сочетание, вот лично для меня гелиотроп, фиалка и сирень. Гелиотроп дает этому аромату некую сливочность, но не сливочность попослипательную, не сливочность какую-то дешевую, какую-то, знаете, такую вот дешевая мороженка, ванилька, что-то такое. Нет, это такая нежная, такой нежный привкус пломбира на языке. Это что-то такое, это так необычно, и все это так друг друга дополняет. Какая-то холодность, серьезность фиалки, все это оттеняет. Естественно, потрясающая сирень. Немножко здесь есть, наверное, маленькая такая отсылка, возможно, к рижской сирене дзинтерс, но в рижской сирене она более ретро, она более колкая, и в сочетании с корицей, рижская сирень, конечно, более самобытная, но сам тон, колор сирени здесь чуть-чуть все-таки меня, ну вот лично меня отсылает все-таки к дзинтеровской сирене. Также в этом аромате, в сердце этого аромата есть мускус. Безусловно, мускус я здесь чувствую. Не раз говорила, что мускус парфюмерии я не люблю, отношусь к нему с большой осторожностью, но в этом аромате я его прощаю. Я его здесь очень хорошо слышу, но он такой, знаете, он пушистый, и вообще, вы знаете, вот этот аромат, он очень мягкий сам по себе, он какой-то мягкий, пушистый, обволакивающий, какой-то очень добрый аромат знакомства с собой, аромат теплого, знаете, ну не аромат, а вот такое вот ощущение теплого пледа, белых тканей, кашемира, возможно, какого-то напитка согревающего, тот напиток, который вы очень любите, вот все, что вы любите, то есть это такая, это аромат любви к себе, это аромат заботы о себе какой-то. И в базе здесь ваниль и амбра, безусловно, чувствуется ваниль, она этот аромат очень хорошо прислащивает, но прислащивает в хорошем смысле. Я иногда слышала и, по-моему, когда-то читала на фрагрантике, ну слышала где-то на ютюбе, когда смотрела вот какие-то обзоры, подборки пар блогеров с этим ароматом, что этот аромат может понравиться любителям гурманского направления. Я не любитель гурманского направления, но здесь я могу с этим согласиться, да, потому что вот эта вот пудровость фиалково-сиреневая в сочетании с ванилью и с гелиотропом действительно дают какой-то гурманский, наверное, подтон. Но это не гурманика в понимании гурманика, какая она есть. Это такая какая-то пудровая около гурманика, очень самобытная, очень такая непосредственная. Вы знаете, что еще хочется сказать мне об этом аромате? Почему-то вот когда я его сейчас слушаю, мысленно я отсылаюсь куда-то в какое-то ретро. Наверное, вот в ретро, но не в ретро, а бабушкиных сундуков. Хотя я не люблю такую формулировку бабушкин сундук, потому что лично я люблю ароматы бабушкины сундуки, но я хочу сказать, что я просто хочу, чтобы это было понятно большинству зрителей. Это не вариант каких-то классических цветочных, альдегидных, цветочно-альдегидных вот ароматов, каких-то бестселлеров, таких вот легенд дома Диор, таких вот, как я всегда, в пример, привожу аромат Диориссима. То есть это не такое ретро. Да и Диориссима-то ретро не назовешь. Он сейчас даже вот на самом деле может современно звучать, но это не ароматы дома Шанель классические, номерные Шанели. Это ретро, вот знаете, возможно, какое-то пудровое ретро, возможно, наших мам. Ну вот понимаете, почему мне так кажется? Мне как-то кажется, что, возможно, так пахло от моей мамы, когда я была маленькой. Возможно, так пахло от моих каких-то старших родственниц. Это, возможно, что-то из серии каких-то ароматов интим. Помните, вот есть такой аромат интим, он тоже очень пудровый, по-моему, он такой ирисовый, вот какой-то вот он такой тоже очень, и мускус там есть, ну вот какое-то такое в этом есть направление. Но опять-таки этот аромат, вот если, вы знаете, очень интересное впечатление, вот когда я его услышала на моей знакомой, у меня не было ощущения, что это какая-то современщина, хотя это было в 2000, ну то есть в десятых годах, да, но тем не менее, все равно уже тогда современщина была не очень интересная. Но тем не менее, у меня не было ощущения, что это какая-то современщина безликая, но в то же время и не было ощущения, что это прям какой-то винтаж или какой-то раритет. Он просто сам по себе очень необычный. Но если вот так вот взять вот в какую сторону, да, можно посмотреть, да, это какие-то, возможно, винтажики из серии интим, Может быть, каких-то Кассандр, может быть, каких-то принцесс. Вот что-то вот здесь такое. Помните, вот принцесса Анна, вот принцесса Каролина, Кассандры. Вот это такая какая-то винтажная, пудровая, ну, наверное, уже можно сказать, что это классика. Как я уже сказала ранее, это аромат, который либо любят, либо ненавидят. Это вот какие-то мои такие наблюдения на фрагрантике, среди пар блогеров. Почему так происходит? Ну, во-первых, потому что он очень странный. Это правда, он странный, он не на всех сядет. Вы знаете, так интересно, я слышала такое мнение об этом аромате, опять-таки, среди пар блогеров, что он такой деликатный, он такой какой-то близкий к коже, он такой, что он вообще не шлейфовый, что он не стойкий, что его уместно носить в офис. Я в корне с этим не согласна, вот в корне не согласна. И даже, по моему первому впечатлению, это был аромат очень громкий, заявляющий о себе, очень непосредственный. Это аромат, который идет впереди своей хозяйки. Возможно, у женщин такое ощущение, впечатление о нем складывается, потому что, ну, он как бы пудровый, он как бы такой понятный, в принципе, по пирамиде. То есть, как-то в голове у нас складывается картинка, ну, пудрочка, ну, сиренька, ну, вот этот вот сливочный какой-то такой вот гелиотропчик, ну, ваниль, ну, такая амбровая хорошая крепкая подложка, такая ванильная амбровая. Живи да радуйся, да что здесь может отпугнуть? Ну, на самом деле нет, он громкий, и он безумно шлейфовый, и он безумно стойкий. Вот, если взять все мои ароматы, ну, во всяком случае, такого, ну, примерно похожего направления, я, наверное, могу его поставить по стойкости шлейфу с пришельцем от Mugler. Это что-то бронебойное на мне, я предпочитаю, если я пользуюсь этим ароматом под какое-то вот настроение, не запойно, как раньше я, то есть я им пользовалась просто постоянно, я не могла им надышаться. А вот именно сейчас, вот, допустим, если я им воспользуюсь, мне легче просто постирать вещь, там, шарфик, например, или там что-то, да, потому что, ну, это просто до стирки. Причем, знаете, очень интересно, он оставляет за собой, вначале это, конечно же, сирень, вначале это сирень, сирень душная, сирень сладкая, не побоюсь этого слова, но здесь компоненты все этому способствуют. Это сирень, безусловно, сладкая, это сладковая сиреневая пудровость. Вы знаете, это вот запах косметички моей мамы, запах косметички моей мамы вкупе с ее каким-то вот таким вот ароматом того времени, ароматом 90-х годов, не дорогим, не ароматом дома Диор, например. Тогда вот же был популярен аромат Пуазона Диор, кстати, у моей мамы он был, она им пользовалась, но это вот какой-то такой аромат подешевле, да, ну вот это что-то такое, да. Так вот, вначале, да, действительно, это такая сладкая сиреневая пудрочка с фиалкой, но когда он прям хорошенько усаживается, и, наверное, вот на второй, на третий день, на вторые, на третьи сутки, это такая роскошная ухоженность. Это какая-то, я не знаю, что это, может быть, это ваниль так вот играет, и вот это послевкусие всей этой пудры какой-то цветочной, такой вот, знаете, и ирис, ирисовость тут какая-то мне даже есть. Возможно, это мой какой-то ульфакторный глюк, ну, потому что, как-то, знаете, фиалка, сирень, и хочется ирис сюда еще, знаете, так вот втиснуть. Ну, возможно, вот есть что-то тут ирисовое, ну, вот я здесь что-то чувствую от ириса, но ирис потрясающий, не горький, не в стиле ароматов Прада. У Прада есть аромат с ирисом, который я вообще не понимаю. Это не ирис, который в молекуле с ирисом такой органический, это какой-то прям пудровый, такой добоваримый абсолютно ирис. Так вот, остается какая-то такая дымка нежная, такая вот сладкая, по-хорошему, не кондитерская, вот ваниль, которую я люблю, опять-таки, такая она шершавенькая ваниль, деревяшистая, как будто бы с амброй. Очень красиво он вот именно в своем, в своей базе. Очень красиво он сидит на одежде после трех дней носки. Это вот, он как-то сливается с вашей вот идентичностью какой-то, вот my name, да, действительно, мое имя, становится частью вас. Он как-то прям, знаете, так прицепляется к вам. И вот это удивительно. Вот у меня такое, мне кажется, только с этим ароматом. То есть нет ощущения, что на вас какой-то парфюм, но есть ощущение ухоженности какой-то стопроцентной. Причем вы можете быть одеты совершенно буднично. Это может быть спортивный костюм какой-то там, может быть это какое-то такое спортивное пальто, кроссовки. Но, тем не менее, вот это остаточное явление от этого аромата не будет на вас выглядеть и звучать глупо. Потому что складывается такое ощущение, что вот это просто ваш какой-то запах. Ваш какой-то вот этот запах ухоженности, возможно, каких-то косметических уходовых средств. Но это не история Байреда Бланш. Это не история той Маскина, той 2, которую я просто терпеть не могу. Правда, для меня это парф кошмар какой-то, вот честное слово. Вот нет, это какая-то очень женственная мягкость, пушистость какая-то. Вот знаете, как будто бы вы, ну это вот такое сейчас мое ощущение, как будто вот вы в свой выходной весь день провели в своей большой мягкой постели под каким-то кашемировым или просто пушистым белым пледом напились чаю. Насмотрелись сериальчиков, сходили в ванну, высушили волосы, не укладывались, не красились. Просто вот вы в каком-то таком своем домашнем тепле и вынырнули на улицу просто в магазинчик за, не знаю, там за стаканчиком кофе или за пироженкой за какой-то. И вы в этом вот в каком-то домашнем тепле, в какой-то своей женской вот такой вот ненарочитой ухоженности. Ну а просто вот где-то кондиционер, где-то ручки кремом намазали, вот это женская какая-то вот шарм какой-то женский, какое-то вот обаяние женское. Просто вот, ну я не знаю, это просто вот такое мое ощущение. Я сейчас не столько аромат описываю, вот как он звучит вот на остаточном, а именно вот мое ощущение, как вот это, как это пахнет. Ну вот какой-то такой вот у меня, как-то вот так вот. С ним нужно быть осторожным в нанесении. Я в корне не согласна, что он не задушит никого в офисе. Где-то я даже вот услышала в свое время такую вещь, что можно им обливаться. Вот такой, знаете, из серии Экляд Арпэш. Ну возможно, человек, который так сказал, перепутал с Экляд Арпэш, наверное, потому что и в Экляд Арпэш, и в Майнейм есть гелиотроп, есть сирень. Но это совершенно разные ароматы. Это настолько разные ароматы и по звучанию, и по характеру, и по раскрытию, и по шлейфу, и по всему. Понимаете, здесь один пшик. Вот я даже вот сегодня я его нанесла, я поняла, что вот один пшик для меня уже с перебором. Я могу предположить, что, наверное, он у меня очень хорошо за все эти годы настоялся. Ну такое может быть, действительно. Но даже вот когда он у меня только был, как бы я его не любила, как бы мне не хотелось, чтобы все в мире пахло Труссарде Майнейм, все-таки я ограничилась одним-двумя пшиками, потому что он очень яркий. Вот вы знаете, есть у меня такое ощущение с этим ароматом. Он как будто бы плетет вокруг вас какой-то кокон. Вот он такой плотный, он вообще не воздушный ни в коем разе. Вот если вы когда-нибудь услышите, но опять-таки у всех разное восприятие. Но я настолько убеждена в своем вот этом ощущении, потому что я очень люблю этот аромат. Я с ним долго проходила, я его изучила просто от и до, каждую нотку и каждый полутон. Я убеждена, что этот аромат очень плотный. Ни коим образом он не воздушный. И он вокруг вас плетет вот этот какой-то кашемировый кокон. С ним очень легко переборщить. И у этого аромата вот есть люди, которые его не поняли. Есть люди, которые покупали его вслепую, и просто он их душит. Он их душит страшно. Нет ни одного человека, которого подушил Эклядер Пеш. Именно душил. Есть люди, которые его не поняли. В том плане, что он простоват, в том плане, что он плосковат, что он какой-то дешевый. Ну вот как бы неинтересно звучит. Но Эклядер Пеш не в состоянии никого задушить. Вот этот аромат может задушить своей плотностью, своей плотностью именно пудры. Вот этой вот сиренево-фиалковой пудры. Но опять-таки, если вы с предубеждением относитесь к фиалке, это не фиалка, как герленовская фиалка. Как фиалка, например, в аромате Инсаленс от Герлен. Как фиалка в Метеоритах от Герлен. Нет, это совершенно иная фиалка. Она тут очень опосредованно звучит. Знаете, так, просто она этот аромат, если ваниль здесь как бы ставит жирную точку в том, что это такое около гурманское, возможно, направление, то фиалка тянет в обратную сторону. И как бы его делает более холодным. Таким каким-то более, что ли, более серьезным. Таким вот. Ну, больше она в сторону как бы пудровости. Утаскивает и сирень, она опудривает, как будто бы делает эту сирень сладкую, более опудренной, что ли. Резюмируя. Стоит ли покупать этот аромат сейчас, в 2022 году? Стоит безусловно. Почему? Я не раз говорила в своих видео, что к люксу я отношусь... Ну, не очень я понимаю современные люксы. Для меня они все простоваты. Для меня они все какие-то похожие один на другой. Довольно-таки безликие достаточно. Очень мало что в современном люксе меня может зацепить. Вот этот аромат звучит необычно. Вот на сегодняшний день, если вы его приобретете, не покупайте его вслепую. Ну, нет, возможно, он интересный. Он многим понравится. Но просто, опять-таки, за счет того, что он такой плотный, за счет того, что он такой квинтэссенции от пудровости вот этой вот, он может просто вот, ну, вас как бы, вы его сразу, во всяком случае, не поймете и перепродадите, разочаруетесь. Ему нужно, вот знаете, этот аромат такой вот, ему, как мне кажется, из разряд таких ароматов, с которыми нужно подольше познакомиться. Его нужно подразносить, понять, какой он, какой от него есть послевкусие, потому что от него какое-то уникальное послевкусие. Вот я пыталась это описать, да, как вот пахнет такая женщина. Возможно, кто-то будет его носить просто дома, потому что он действительно дарит ощущение спокойствия. Он такой, вот он такой, не знаю, это не аромат для женщины-вампы, это не аромат для того, чтобы, это не аромат в театр, на собеседование, на работу, нет. Это аромат какой-то вот, аромат уверенности в себе, наверное, потому что он, вот опять-таки, он, это аромат вот знакомства с собой, рефлексии какой-то, уверенности в себе, уверенности в своих силах, очень приятный. Мне кажется, он подойдет вообще на любой возраст, правда, вот та. Это аромат, который подойдет действительно на любой возраст. Звучит он необычно. В рамках сегодняшних, как сейчас звучит люкс, он звучит действительно необычно. Хотя он не так давно выпущен, но, наверное, вот опять-таки, потому что отсылает меня куда-то вот к тому какому-то странному ретро, да. И вот как раз-таки потому, что он отличается вот от этого вот люкса безликого, он произведет впечатление на ваше окружение, потому что он звучит действительно очень необычно. Он вроде как и сладенький такой, вроде бы и пудровый такой, и какой-то, и действительно, и в восточную сторону что-то здесь есть, но вот ближе к базе. Он цепляет. Вот я очень хорошо помню свое впечатление, когда я его услышала на своей знакомой, как он сильно меня зацепил. Вот он стал просто моим каким-то наваждением. И этот аромат был со мной очень долго. Вот я его пила, пила и пила до половины. Это вот я не то, что там периодически к нему подходила. Нет, это вот результат моего запоя. Сколько он со мной был, я так не вспомню, но довольно долго я с ним проходила. Вот сейчас я поняла, что я по нему очень соскучилась. Безусловно, ни на какое лето этот аромат не подойдет. В жару это вы упадете просто где-нибудь в обморок, в метро, потому что ни в коем случае, и ни в коем случае, если это встретить где-то в метро, на жаре, в душном каком-то помещении, нет, это стопроцентная головная боль. Это не аромат для офисных душных помещений, потому что могут быть люди, у которых от него будет болеть голова. Ну, это вот просто я так думаю. Это аромат на прохладу, это аромат на ветреную погоду, это аромат для домашнего использования, это аромат, возможно, может быть, пол капли просто на запястье для спокойного сна. Но мне кажется, он должен быть в коллекции, потому что он какой-то уникальный. Вот, ну, что-то в нем есть, то, чего нет в других люксовых ароматах. Конечно, это абсолютно не нишевое звучание. Я не могу сказать, что это какая-то претензия на нишу, нет. Это абсолютно, ну, не скажешь, прям люксовое звучание. Люкс же, он тоже разный. Есть люкс нулевых, который я очень люблю. Это вообще нулевые в парфюмерии, это целый какой-то клондайк. Есть люкс 90-х. Есть, ну, то есть, понимаете, есть люкс 20-х годов, который, ну, это просто фиаско для меня. Есть люкс 10-х годов, тоже довольно интересный. Ну, вот, понимаете, то есть, люксово звучит, но больше вот в сторону, вот он был в 10-х годах создан, ну, наверное, в сторону он даже 90-х. Вот что-то здесь такое есть. Если вы любите такие направления, обязательно попробуйте. По-моему, он сейчас еще продается. Из всей линейки Труссарди, из всех и парфюмерной вот этой вот линейки, вот такой вот My Name, My Land, это мужской, там есть еще My Sand, немножко похож. Донна у них есть, ну, из люксовый. У них же есть еще нишевое направление, вот, да, у Труссарди. Такая премиальная серия, да. Из вот их люксовой линейки, этот самый для меня интересный. Донна неплохая Труссарди. Она более, как раз таки вот Донна более носибельная, она более простая, она очень уместная везде, она любимая многими, она очень комплементарная. Из всех Труссарди люксовых, вот этот вот самый интересный, самый самобытный, самый спорный. И как раз таки, я думаю, этого уже достаточно просто для того, чтобы его попробовать. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, что мое видео вам понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И обязательно проходите в мой телеграм-канал, ссылку я оставлю в описании к этому видео. У нас очень дружная женская комьюнити. Я буду рада вас видеть у себя в гостях. Спасибо вам большое за просмотр и до новых встреч!